здравствуйте дорогие друзья сегодня воскресенье 27 июня час 23 по вашингтонском по вашингтонском времени по правде говоря я не хотел сегодня делать никаких видео но события развивается столь стремительно они настолько интересны и я бы сказал драматически что я решил выйти в эфир и поделиться с вами речь идет от операции которая пока еще не объявлена но фактически она уже идет где-то с 22 мая эта операция но если ее назвать англичане называют это harassment путина harassment слова часто уже употребляюсь употребляющийся на просторах бывшего советского союза я бы перевел это как преследование путина а еще лучше мои украинские друзья иногда называют это чморением путина в чем она состоит да это операция многоходовая ну по крайней мере мы видим три этапа то первый 22 мая от побережья великобритании отошла большая авианосная группа во главе с авианосцем королева элизавета он направился в восточное средиземноморье я вам напомню что имеющимся на борту этого авианосца средств из восточного средиземноморья можно стереть с лица земли все те укрепления которые путин понастраивал в оккупированном крыму на прошедшей неделе во вторник с борта этого авианосца королева элизавета поднялись два истребителя f-35b это истребители второе в тип истребителя пятого поколения который имеется на вооружение стран нато в россии такого истребителя нет и еще не будет очень и очень долго эти истребители нанесли удар по позициям айсис в сирии это был первый опыт боевого применения этих истребителей в истории ведь удары произошли чрезвычайно успешно и эти два истребителя закрыли все пространство воздушное пространство над сирией закрыв его полностью для российских так называемых воздушно-космических сил они сидели как мышки на аэродроме хмимим или хаймим и не подавали признаков жизни после этого россия пригнала поближе к своей авиа своей базе в сирии три крупных корабля это крейсер москва затем корабли адмирал макаров адмирал хэссен эссен два фрегата тройку противоколба противолодочных кораблей и по моему еще минный тральщик но она вроде видит выглядит существенно новым напомню что это все так сказать остатки было и мощи советского союза а в советском союзе в общем с понтами было не так как сейчас у путина где вообще все понты там еще и в советском союзе мыслили рационально и вот была даже шутка в вооруженных силах советского союза по поводу флота говорили что северный флот это флот тихоокеанский флот это флот а вот черноморский флот это чей флот чине флот имелось ввиду что это в общем-то в основном парадно-историческое образование дело в том что в случае войны с нато который тогда готовился советский союз запрыгал закрывались проливы барс ворон дарданеллы и черное море превращалась во внутреннее озеро из которого выхода не было поэтому черноморский флот становился просто вот мишенью для уничтожения поэтому там особых сил не было и вот остатки его сейчас вот остались вот их пригнали туда командующий шестом флотом соединенных штатов америки несколько лет назад где-то два-три года назад заявил что соединенные штаты не рассматривают вообще российский флот помимо подводных лодок как серьезную боеспособную единицу но помимо кораблей россия пригнала в сирию два по моему бомбардировщика backfire ту-22 которые возрушены ракетами скоростными ракетами и которые имеют потенциал нанесение удара по авианосным группам когда они появились а это было где-то начало восьмидесятых годов они рассматривались качестве очень серьезной военной силы в ответ значит предполагано что россия постарается так сказать сделать заявление что ли начнут чинить всякие препятствия авианосной группе королевы елизавета пошлют самолеты которые бы там крутились и так далее чтобы это предотвратить с британской авиабазы акротири которые находятся на кипре буквально два дня назад были подняты два самолета авакс самолеты дальнего обнаружения и управления боевых действий этот тот который вот знаете с этим как гриб у него на спине и они должны обеспечить ранее предупреждение любых возможных враждебных действий российских ввс против авианосной группы на следующий день после успешного удара f-35 в сирии произошла вот эта история с эсминцем defender он был частью этой авианосной группы королева елизаветы потом как бы от почковался от нее зашел в черное море зашел в одессу на его борту успешно было подписано британское украинское соглашение военном сотрудничестве вообще британия играет все более важную роль в сотрудничестве между странами нато и украины она в частности выделила миллиард если я не ошибаюсь 250 миллионов фунтов на эти цели строит две базы и вообще вот я когда говорил что соединенным штатам целесообразно было в целом глобальной права политики в отношении путинской россии понизить уровень отношения с этим режимом путинским режимом не возиться с ним как с равным и вообще спустить его как бы так на второй на третий уровень у меня такое впечатление это сейчас происходит то есть россия которая все пыжится там ялту строить с администрации байдена и и сейчас опускают в рамках взаимоотношений с нато на более низкий уровень и теперь с ней ведет диалог так сказать дипломатический во я бы сказал военно дипломатический диалог великобритания то есть одна региональная держава ведет диалог с другой региональной державой так вот сегодня так называемый представитель по связям с общественностью российского мида мадам захарова это несчастье позор российского мида разразилась с очередной филиппикой где-то в социальных сетях рассказывая о утерянных в великобритании секретных документах по поводу вот этого вояжа defender и что там произошло а яду сначала обсудим где они были потеряны как они были найдены на самом деле это были подброшенные документы почему потому что их нашли за автобусной остановкой в графстве кент но если люди теряют документы они могут потерять на 100 остановки автобусная вот стоял человек она упала хотя упало 50 страниц это тяжеловато чтобы не заметить во вторых ее их обнаружили за остановкой то есть кто-то должен был зайти за эту остановку зачем-то и внезапно там их потерять во вторых документы были все не секретные это были до служебного пользования что в общем то даже не считается секретным документом в третьих это были даже не документы это были презентации выполнены на powerpoint то есть это презентации для слайды для показа кому-то их явно подбросили зачем это сделали здесь я вспоминаю времена когда я еще учился для работы в разведке а потом работал в разведке а там сколько работы столько учись когда мы писали на высшее руководство страны было такое правило чем выше тем пишешь чем выше ты пишешь тем проще должен быть твой язык а на самый верх нужно писать так чтобы был было понятно даже идиоту вот и глубоко убежден что подброшенные таким образом документы касающиеся операции defender твоба я же defender были предназначены для того чтобы попасть в печать и чтобы довести месседж или смысл этой операции до руководства путинской россии так чтобы было понятно даже идиоту в лондоне обратили внимание что после по следам бояже defender в российской печати которые так или иначе под контроль на кремлю выбрасывалась одно за другое фейковая информация почему она была целью скрыть конфуз что ли путинского режима а конфуз был на лицо потому что несмотря на всю эту браваду крики о том что крым теперь наш наши не при неприступный полуостров и заходит натовский корабль он входит территориальные воды я подчеркиваю он входит туда и было ясно что он пойдет в этом направлении из одессы и там было два журналиста один бибиси сандита продон дэри мэйл и оказалось что вся эта мощнейшая группировка россии на в крыму не готова была к этим событиям тогда там когда он подошел уже достаточно близко к севастополю оказалось что российская сторона не даже не догадалась выставить при по ходу действия два корабля качество заграждения чтобы преградить ему путь ну а когда их обнаружили этот корабль когда он зашел воды территориальные в общем похлопали хлопушками где-то говорили что стреляли но на самом деле следов выстрелов там падающих снарядов британцы не увидели не обнаружили а самолеты 20 которых подняли с крыма они кружили вокруг defender а они летали с чистыми крыльями то есть без ракет без вооружения фактически и это правильно потому что согласно правилам нато нападение на корабль нато является актом войны а в случае войны значит вступала во вход вся авианосная группировка королева елизаветы с f-35 на борту а их там много шестой флот соединенных штатов америки с крылатыми ракетами и так далее и авиабаза нато в акротире которые тоже имеются одна она одна могла бы стереть с лица земли все укрепления построенные путиным в крыму поэтому вот так вот стреляли хлопушками может холостыми во всяком случае падающих в воду снаряд замечено не было и самолеты летали жужжа двигателями покачивая крыльями но под этими крыльями ничего не было средствах массовой информации россии можете внимательно смотрел потому что я их ненавижу смотреть и слушать но там все была история такая что вот этот корабль намеревался вторгнуться в территориальные воды но так и не вошел я слушал кстати корреспондент дали мир дали майл который находился на корабле он вел репортаж оттуда по ходу движения он его записывал и я слышал своими ушами когда он сказал когда мы вошли визын в эту двенадцатимильную зону это было совершенно четко сказано вот тут ровские пришли пришли но не в ужас действительно разозлились и начали там угрожать обстрелом там и так далее то есть этот корабль вошел территориальные воды какой смысл был этой операции две цели цель первое это подтверждение свободы судоходства раз defender шел с зачехленными пушками ракеты вайбер байпер которые были на борту их начали расчехлять и готовить к установке тогда когда самолеты уже начали российские начали близко приближаться кораблем а так они шли зачехленным вооружением и вертолет находящийся на борту стоял в ангаре то есть мирный проход полном соответствии с конвенцией он 1982 года второй месседж состоял в том что корабль шел через воды принадлежащие украине это было жесткая жесткий месседж что не только великобритания но и все нато не признает аннексии путинской россии крыма и готова подкрепить свою позицию силой вот это то что я постоянно говорил и наконец я радость с радостью вижу что это свершается не просто говорить говорильню говорить чтобы говорить говорить с позиции силы и вот это как раз была эта операция которая значит имела целью закончилась операция с дефендером и вот эти документы были выброшены для того чтобы совершенно кристально чисто объяснить еще раз средствах массовой информации для непоятно непонятливых представителей российского мида и кремля чем состояла цель этой операции и как она действительно прошла и как понимают в лондоне штабах нато и министерство обороны великобритании операция прошла успешно и она достигла своей цели но на этом это так сказать вторая частная операция в рамках операции по чморению путина который сейчас разворачивается на наших глазах двадцать восьмого то есть завтра начинается третья операция которая продлится до 10 июля это операция для меня учение сибрис которая следует практически сразу после масштабнейших в 1993 года учений вернее с 93 года закончила свое существование предшественник этих учений рефорджер а значит операции учения defender europe проходят в полном масштабе первый раз прошлом году они должны были и начались но были свернуты в связи с коронавирусом так вот сибрис в этом году опять будет иметь беспрецедентный характер и центром их опять будет в россии район средиземноморья то есть имеется ввиду крым россия украина вот весь этот комплекс вопросов на этот раз для учений собрали беспрецедентное представительство из стран которые там будут участвовать 32 страны чем это не только на то там нейтральные страны как швеция там израиль турция кстати участвует там будет участвовать марокко и даже не даже сенегал и объединенные арабские эмираты то есть по своему составу участников учений которые фактически направлены на демонстрацию сдерживания россии эти учения беспрецедентны не будет участвовать 32 корабля 5000 солдат и офицера той живой силы они будут отрабатывать операции по запрету закрытию водных территорий морских территорий от потенциального противника амфибийные операции маневры на суше там будет 18 групп спецназа и даже подводных бойцов которые будут отрабатывать значит свои свои операции все это пройдет достаточно долгое время причем как заявил представитель пентагона хозяевами принимающей стороной в этих учениях является соединенные штаты америки и украина это все свидетельство о том что вот эти все забывания о том что америка нас бросила что мы остались один на с агрессором это все не соответствует действительности наоборот как мы видим это то что происходит вот как я описал три этапа последних действий военно-политических действий великобритании и всего нато они свидетельствуют о том что месседж для путина становится все более жестким и этот месседж все больше подкрепляется силовыми методами и как заявил представитель министерства обороны великобритании мы поставили путинскую россию в угол и они очень этим обеспокоены вот собственно говоря что я вам хотел сказать на этот раз будем наблюдать что будет что что будет происходить дальше и желаю вам всего хорошего